Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение партии за Аравию в Сидмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели начало, то рекомендую прямо сейчас перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, помог перс против немца и... Немец, мир! Ого, целых две обороны. Блин, три биплана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... 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 все в пути как ни странно как вариант я смотрю алексей решил иудаизмом подавить там вроде бы религи мало осталось а вы с ним вместе остались того кто ислам распространял вынесли да ладно вот эти варвары а ради чего непонятно но тебе проще ты там ближе к ним тебе ближе вести апостолов сделка испанец действительно сейчас попробовать в религию а а а и и и и и Продолжение следует... 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 Немец... Продолжение следует... 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 это ты лёша дал ему возможность победить у тебя есть уран у него есть уран почему нет решайте сами я надеюсь что вы друг друга забросаете просто моя ставка на это и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неужели ребенок сам попросил свет выключить и спать, Лех? Субтитры сделал DimaTorzok Чуть меньше трех, два и восемь А, ну то-то молодец Да, обычно тут до скандала доходит укладывание Субтитры сделал DimaTorzok Все равно я считаю слишком много для того, чтобы построить эти здания на промке Ну, эти научные... Просто 50 ходов строить, один запуск модуля это... Вот, а еще надо нерфить ядерное оружие 50, 50, не 150, 50 Ядерное оружие? Ну не то, что нерфить, просто оно как-то так... Мне не нравится, что, например, самолеты... Вот нету как в 5-й циве перехвата вот этих... Вот я вчера... Подожди, так в 5-й циве нету перехвата ядерного оружия? Ну, не ядерного, самолета, бомбардировки Вот я вчера днем играл с компьютером перед партией Я делал запуск ядерной ракеты, термоядерной ракеты из шахты И она была сбита А с бомбардировщика фиг ты не перехватила Ну вот то же самое, у меня стояли эти... С ДРК, да, он с бомбардировщика схимал С ДРК мне не помогли И мы победили ВОЕННУЮ СИЛУ НЕМЦА ВОЕННУЮ СИЛУ НЕМЦА не основного было пару ходов назад 2000 поднастроил еще это к тому что в этом готов тиска когда я паду так ты строй ядерки и кидай на него первый у него производство больше не знаю что ты все на персы использовал у меня ядерки есть просто мне не хватит ну убью ему три города его вот эти например у него снизу это еще и река городов ну параллельно еще убьешь даже кидать где у него армия где юниты для того чтобы увидеть где юниты можно посылать истребители в чем в том что по промке у меня например три города ну пускай по саргадой 4 промот ядерки делать а у него почти в каждом стоят уже эти ты забыл ты почти ты забыл что патч разрешает ядерки только в тех где космопорт построен смотрим смотри у него в каждом городе же космопорт фактически я не вижу в каждом городе космопорт вот форсала космопорт макбибург ахин я вижу в трех городах космопорт я не знаю что ты говоришь но майнд зензибар а макбиб вот эти снизу и где в зензибаре афины форсала стоят космопорта зензибаре слева это от ахина майнд зензибаре майнд зензибаре слева снизу еще два афины форсала так стопа в майнсе около тебя прямо ну да так что я скоро буду падать так что я не знаю что вы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Robotics has been around forever and it's been the next best thing forever and its robotics has been around forever. I don't know if it's ever. I'm going to turn it over to the end of the day. I'm going to turn it over to the end of the day. Сюда у меня этот археолог пойдет. Блин, ну что нету? Блин, не блядь я. А, вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Как-то эти уведомления в 10 винде выключить уже достали... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А я еще и без проекта Манхэттл. А я еще и без проекта Манхэттл. А у меня уран есть, просто у него стоят перехватчики, понял? Я не могу по нему попасть. То есть у меня перехватчики перехватывают ядерные ракеты? Да. Так все-таки есть возможность их перехватывать? Ну, только не с бомбардировщиком. Вот я увидел, баллистическая ракета перехватила, была перехвачена точнее. Ну, то есть у меня бомбардировщика уже нету, понял? Угу. У меня же все уничтожил этот. Не, ну, смотрите, я готов сквозать, что немец победит. Вот так. Ну, да, наверное. Ну, шо, шо. А что ты его тогда не добил, я не понимаю, когда первый раз нападал? Когда? Ну, первый раз, когда нападал на немца. Когда у него город захватил. Ну, точнее, уничтожил. У меня ядерок не было тогда, у меня все ядерки закончились. Я бы его не взял. Ты его скунил в самолет? Я не мог даже подойти к нему. А потом, а потом ты на персы напал? А потом на персы, да. Я думал, что я смогу, но у меня юниты не ходили, я не смог города защитить. Мне кажется, надо было второй раз опять на немца нападать. Ну, я только ядерки поставил, он мне же все города с ядерками сбил. Ну, в принципе, да, ну, Курдезас, откровенно, получается, тут очень долго просто строить... Сам не понимаешь, как перехватываются ядерки. Ну, я предлагаю просто сейчас подождать, пускай Ацтек построить ядерку и кинет. У меня есть. Ну, кинь опять вот. Куда? Подожди, подожди, немец, дай-ка мы в союз вступим, чтобы было видно. Ну, мне было видно. Так, я вижу территорию немца. Ну, бросай туда же, где было... Ну, где уже перехватывали. Куда ты будешь бросать? Смотри, левая бросает туда, видишь, Майнс? Слева шахта под озером, слева от Майнс. Вижу. Бросай. Это уголь, да, где? Да. Да, да, да. Гранистическая ракета перехвачена и уничтожена. Как перехватчики стоят? Да, я их не вижу. Почему-то. Хотя у меня стоит, видим. А не ПТ ли команда перехватила? Потому что тут вот в аэропорту нету этих юнитов никаких в Майнсе. А кто тогда перехватил? ПТ-команда? Я могу только предложить, что... Потому что тут из юнитов ПТ-команда в аэропорту стоит. И полевая пушка, и все. Никаких самолетов. Но нету ни ЗАРК, ни этого. У Занзибара ничего нету. Да, я не шарик. Но ЗАРК сам по самолетам должен работать. А это баллистическая ракета. Так кто и отбивает туда? Ну, вот эти ПТ, наверное, с базуки там сбивать. Где истребители есть? Я не вижу у него истребителя. Аааа, наверное, в море. В море. Боже, он настроил кучу авианосцев. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать авианосцев. Ему для победы нужен был просто уран. Чтобы, типа, ты не убил ему кораблей на земле? Ну да, я бы ему туда ядер кипнул. Он бы ко мне просто не подошел бы. Ну, слушай, понимаешь, а я не даю ему уран, тогда ты его города сносишь. И в чем тогда? Ну, я ж не спорю, я ж тебе ничего, я просто говорю, как есть. Это ж ПВГ. Че, все понятно. Ну, факт в том, что сбиваются только баллистические ракеты из шахты. А вот с бомбардировщиков... А баллистическая ракета, это баллистическая ракета. Это ее надо сбивать где-то в космосе чисто. Я не слышу сейчас ничего, потому что отправляются ракеты, нифига не слышно. Ударная звуковая волна сейчас по ушам проехалась. Фрутизаса, тебе не писало, кто конкретно перехватил? То есть там же идет лог событий этих. Вот, ракета была перехвачена тем-то. Стакой у тебя больше нету ракет? Есть. Да тут как-то она забаговалась, а ракет отправляю, они у меня не уменьшают. Ну, короче, эти ядерные шахты как-то забаговались. Ну, то есть там нету ядерной шахты, я уже там космопор ставлю, а она мне писала, что там ядерная шахта. Ну да, что Кордезас победил с победой. У меня, я считаю, что у меня главным было то, что на меня напал грек. Это для меня было таким удивлением. Я как раз в это время готовился сносить испанца. То есть у меня типа два хода до танков этих было. И нефть надо было еще, правда, еще одну теху, потому что у меня нефть только на воде было. У меня там этих мамляков кучей, а испанец офигенно отстал по науке. Я думал, что вот, я грека не трогаю, я всячески ему там пока дружбу заключал, проще, чтобы он не считал, что я там ему ударю в спину, если он с немцем воевать будет. А был полностью уверен, что грек нападает на немца, я нападаю на испанца. Просто я не вижу никакой выгоды даже у грека от моего захвата. И тут он внезапно нападает сзади. Ну и в итоге вот получает то, что его захватывает немец. Я, то есть меня, меня вынес из игры и сам не смог спать. Причем я ему постоянно говорил, ну иди же напади на... Иди отбивайся от немца, отдай ты мне города, блин. Нет, все равно до конца дошел. Ну а потом, а тебе отстак, мне кажется, ты зафейлил в том плане, что немца не добил. Ну, если бы я пошел на немца, меня бы так же само напал бы перс, ядерками забросал. Да тебе не надо было одному идти, тебе надо было именно что с персом договориться. Серьезно, он, блин, опять нас догоняет, он явно будет на нас нападать. Надо что-то делать с этим. Мне кажется, надо было с персом опять заново. Либо в тот раз мир не заключать, а продолжать как-то вот так. То есть немец-то, в принципе, остался в силе абсолютно, то есть в один город ему... Я просто планировал, как же, ну, быстро вынести перса и ударить по немцу, понял? У меня ядерки строились. Но тем, что меня потерял эти два города, ну, наверное, это я виноват, потому что по-другому я не понимаю, как оно так получилось, что переклик был такой бешеный. Ну, а вот так потерять же... У тебя тоже какие-то ядерки бросил или что? Да, он начал бросать по мне ядерку. Я бросил, я же, получается, два города ему захватил, он мне в ответ начал ядерки бросать. И вот это, когда я бросил, я первый походил, да? Потом он повел на меня танки, кстати, эти современные. Я пытался как-то блочить, у меня же там стояли эти ЗРК. То есть они эти ракеты с истребителями не сбили. Ну, с этих бомбардировщиков. И просто он мне вот эту всю армию перебил. Я начал другими войсками защищать, но пока я один у меня юнит шел, у него 3-4 вот так проезжал. То есть мой юнит проходил и втыкался в его юниты, ну, когда двигался. Основная моя цель была это именно перевести все свои самолеты в море, чтобы они их не уничтожили потом ядерками. Вот такая основная цель была. Спасти самолеты и свою военную мощь. А потом ЗРК навалиться на страны, да? Просто, ну, в моем случае не давать уран немцу, это значит отдавать победу просто тебе сразу. Ну, я понял. И у меня был единственный вариант, что вы как-то друг друга вообще уничтожите. Я согласен, это правильная точка зрения. Такая же самая у меня была точка зрения, когда вы нападали на Грека, понимаешь? Ну, может быть, мы друг друга аннигилировали, так вот это вот почему-то перехват какой-то сработало. Которое никто не ожидал. Либо истребители. А сколько эти последние истребители у них дальность, радиус? Ну, у меня они еще близ прокачка плюс две дальности. Нет, подожди. Они у тебя сидят просто на авианосцах. Они же даже не задействованы, типа, ну, не летают так вот кругами. Нет, не задействованы. Просто сидят. Ну, вот как они могут перехватывать здесь? Они, как бы, считай, вот, просто приземлившись на авианосце сидят, что они могут перехватывать? У них же даже кнопки нету перехватить, правильно? Как в пятой циве, ну, там хотя бы перехват самолета здесь пятый. Ну, у них есть задействовать, да, патрулирование такое. А здесь они просто находятся и сразу работают. Я так понимаю, что они в радиусе пяти клеток от того места, где они патрулируют, они что-то делают, я так понял. То есть они там могут что-то перехватывать, действительно. Других бомбардировщиков, то есть у них есть прокачки на это дело. Алексей, а как вы раньше играли там, ну, я не знаю, в играх с этими ядерками, у вас так же само? Я вообще ни разу не видел, ну, когда-то давно я видел, как перехватили, тоже непонятно было. Мы проверяли, вот выставляли эти средства ПВО, ЗРК, просто стеной, прям в него можно фигачить, все равно ничего не перехватывало. Я видел, как перехватывали как раз именно на самолете. То есть там прикол именно, что типа истребитель, он перехватывал самолет. Чтобы из шахты перехватывалось, я такого не видел. И это реально непонятно, что происходит. Если в целое питье зайти, там, по-моему, есть какой-то один юнит, написано, что он перехватывает, может перехватить ядерные ракеты, но это... Ну, подожди мне... Как раз про ЗРК вроде. Да, юнит ПВО защищает АТК от воздуха ядерных ударов на расстоянии одной клетки, одной. То есть я могу только предположить, что может быть какой-то глюк в том плане, что вот эта ПТ-команда работает как ЗРК внезапно. Ну, с другой стороны, он же из другой города стрелял, где не было ПТ-команды. А куда он еще стрелял? Где еще был? Где-то под Магдебургом, по-моему, да? Нет, мы можем сейчас остаться и тупо попроверять. Например, он отведет все истребители подальше и можно будет кинуть. Просто отведет все юниты, можно будет подводить потом юниты по одному проверить, что из них перехватывает. И мы действительно проверили, загружали, попробовали многое, не буду вам это все показывать, но в итоге выяснилось, что ракеты перехватываются не потому, что на территории немца что-то происходит, а потому, что на территории Ацтека что-то было сделано. А именно, был разрушен город, на территории которого находились шахты. Разрушен не в том плане, что он был захвачен и уничтожен, нет. На этот город была скинута ядерная ракета, и он потерял всю свою защиту и все свои хитпоинты. Так вот, если шахта с ядерными ракетами находится на территории такого города, то она по какой-то причине перехватывается на территории соперника. Даже если там нету никаких юнитов абсолютно. Соответственно, если вы пошлете ракету с шахты целой, то бишь из города, который никак не разрушен, и там будет шахта, то эта ракета не перехватывается. Но вот смотрите, как мы это выяснили. А, они, наверное, просто не запускают, потому что у меня разрушен город. Но шахта-то рабочая, возможен ядерный удар. Ну, пишут же на территории немца, что оно перехвачено. Блин, какой-то бред. А ну, сейчас я попробую в другой город рабочий, Чалька, сменю клетку. Понятно. Вот мы и разобрались. То есть, если отправлять ракету из разрушенного города, то она будет перехвачена не пойми кем, да? Ну, да. А ты сейчас поменял клетку на Чалька, чтобы клетка с шахтой была у здорового города, и она запустилась. Тогда непонятно, почему пишется, что возможен ядерный удар, если он не работает. Может, забаговалось где-то раньше? Не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Ну, тогда все. Да, спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Немец, поздравляю тебя с победой еще раз. С победой, да. Всем пока. Спасибо, ребята. Удачи, да. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.